здравствуй мой дорогой друг добро пожаловать на канал у микрофона хатабыч рубрика бесплатные обзоры сегодня советская ветка прокачки пулеметчики премиальные 3 боевого ранга это 75 морская стрелковая бригада она была когда-то в продаже потом ее вывели буквально недавно относительно когда было записано это видео вернули в продажу данный отряд и вот он у меня так вот смотрите какие какой красивый отряд вот действительно улитки порой бывают так сделают прикольно что ну просто загляденье обратим внимание на внешний вид черный бушлат и черная шапка ушанка здесь три варианта кастомизации первый это ржев ну или третий какая разница битва за берлин и за москву за москву то же самое черный бушлат а вот за берлин я сделал точнее приобрел запыть вот зеленые карточки с ножницами немножко другой скин со щитком гимнастерка с погонами и каска здесь их пять человек один из них инженер докупать его не надо он также вооружен пулеметом об этом пулемете мы чуть чуть попозже еще поговорим значит инженер и четыре пулеметчика вооружил я их пистолетом топором большой патронной сумкой противопехотной минной флягой взрыв пакет и аптечка были по умолчанию берки по способности 16 23 15 и значение я расположил вот так вот у инженера немножко по-другому потому что здесь есть инженерные перки живучесть прокачана кстати она уже была изначально то же самое 16 23 15 и то же самое вторичное вооружение топор пистолет большая патронная сумка всего получается 235 патронов так что там дальше по сценарию то пулемет воистину легендарное оружие ручной пулемет который вот был сконструирован в тринадцатом году успел повоевать в первую мировую гражданскую войну на территории россии и во вторую мировую войну спеки можем видеть это калибр 7 62 урон 13 и 2 стандартный пулеметный урон начальная скорость пули винтовочная так сказать небольшая не низкая 815 стреляет данный агрегат 560 для пулемета наверно но маловато маловато потому что есть и пистолеты пулеметы которые стреляют побыстрее но зато там урону 5 560 вот это все таки пулемет старой конструкции 13 год льюис товарищ и льюис сконструировал и весь мир пользовался 46 разброс перезаряжается за три секунды чуть-чуть с небольшим вертикальная отдача 32 горизонтал к 19 в принципе неплохо с положение лежа так вообще зашибись дисковый магазин на 47 патронов и весит эта труба господи 10 килограмм здесь имеется рукоятка для переноски и интересная система охлаждения посмотрите внимательно а этот наружный диаметр это не калибр на самом деле дула располагается внутри это кожу для радиатора охлаждения если присмотреться то мы увидим внутри внутрянку там есть ребра радиатора который соприкасается с этим кожухом и при выстреле создается отрицательное давление и воздух с этого конца здесь открытый конец засасывается между ребрами радиатора прогоняется через весь через всю длину ствола и тем самым происходит охлаждение такое знаете активно пассивно вот такая вот система но еще имеются сушки это хорошо а теперь мы пойдем на полигон по доброй традиции и посмотрим что эти ребята точнее что этот пулемет может какая там отдача и прицельные приспособления и тому подобное прибываем на полигон форма у нас тут же в сталинград или москва смотрите ну не классно же а не классно ли вот потрясающе давайте посмотрим на прицельные приспособления сразу скажу мне лично не удобно потому что мешает вот эта вот огромная планка которая перед лицом а вообще вообще мушка удобная хоть и приходится смотреть в это очко ну действительно прицел не открытый не открытого типа поэтому перегораживает примерно ну процентов 15-20 экрана около того вообще целится как бы удобно да но загораживает загораживает эта планочка так я буду стрелять вон в ту мишень бедолажную которая постоянно получает от меня без контроля вертикальной отдачи оп оп за 3 секунды перезарядился быстрая перезарядка но катастрофически уводит вверх пулемет на сошках тем не менее тоже уводит вверх сошки сняли еще сильнее стало уводить опять на сошках дыхание перезарядочка отсюда можно сделать вывод какой стрелять очень длинными очередями противопоказано ребята буквально использовать как дальнобойную винтовочку сама очень супер скорострельную самозарядную по два выстрела по одному выстрелу но максимум максимум по 3 максимум по 3 потому что очень сильная отдача вверх даже несмотря на какие-то там перки ну у меня скажу честно прокачано наполовину эти перки но я думаю даже если с перками которые прокачаны в топ ситуация не особо поменяется так ребятушки погнали в рандом поселок восход режим противостояния надо поставить точку поближе и погнали и погнали там уже перестрелка началась для хамуха вы знаете такой пулемет он неоднозначный не для всех мог многим может даже не понравится потому что я бы не сказал что стрелять из него как то просто довольно таки знаете специфический такой пулемет где-то тут бегают могут обойти а умри же ты и и и и и и и нет и и и и и и и и ботов но какая разница остался я один в отряде ничего страшного на нахер ё-моё ой-ой-ой-ой всё я понял понял ухожу ухожу то ли новички то ли да что ж ты такой дурной а прилетела по морде да вторичка спасла можно и так сказать а где там еще это где-то шуршит еще что не попал глянь как их много здесь а ну когда они поймут что я здесь вот один уже понял ящиков ящиков конечно нету никаких будут рубить топором их нахер всех пулемет тяжелый бегать с ним получается не очень быстро к сожалению не так но тем не менее хотя кто знает может быть и третий тут немцы имеются вид вот по одному выстрелу потихонечку но его конечно колбасит колбасит пулемет где немцы подходи немчура а ты гад какой а не получилось не получилось готова а теперь получилось а нихер так было подъезжать вот одного убили у меня печально грустно досадно ну да ладно да неудобно делиться через эту планочку ну да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...